Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами будем заценивать, к моему сожалению, самый никчемный танк в этой игре, я имею ввиду, из премиум 8 уровня, из ТТшек. Дело в том, что более никчемной ТТшки в премиум классе я не встречал в этой игре. Если вы со мной не согласны и знаете более никчемный танк, напишите об этом, уж тем более напишите в комментариях, если вы считаете, что танчик годный. Ребят, как можно получить этот танчик? Я, честно говоря, не видел его никогда в продаже, может он когда-то и выходил на продажу, просто я этот момент пропустил. Я знаю, что его можно получить путем того, чтобы пройти в своем клане по исследованию снабжения до 10 уровня. И, соответственно, на 10 уровне вот у вас будет возможность приобрести этот танчик за, по-моему, какие-то там полторы тысячи голды. Я, честно говоря, купил его просто для того, чтобы был, просто потому что открылся. Вообще, честно говоря, ну не знаю, стоит ли он даже полтора куска голды, несмотря на то, что это восьмой уровень, сейчас заценим непосредственно в замесе. Перед тем, как мы это сделаем, зайдем в его технические характеристики, как обычно, заценим пушку. Обычная цикличная пушка, 12 секунд перезарядки, 2000 единиц ДПМа для восьмого уровня, в принципе, цифра плюс-минус неплохая. 400 единиц Альфы для восьмого уровня тоже плюс-минус цифра неплохая. Углы склонения вниз просто такие, ну, кошмарные, минус 5. Разговаривать просто не о чем. Хуже может быть только, по-моему, 4. Меньше 4 я в игре не встречал. Если знаете кого-то, у кого меньше 4 угол склонения, напишите в комментариях, мне действительно очень интересно. Короче говоря, углы склонения вниз просто такие убожеские какие-то. Время сведения 5,7. Ну, я бы сказал, что приближенное к вечности, чем к жизни этого танка. Потому что живучести у него, на удивление, нет. Его шьют. Хотя вроде бы и склонения такие, вот брони должны быть такие, чтобы рикошетило. И башня вроде бы такая зализанная. Ну, и форма такая, да, вот чисто ИСовая, которая должна танковать. Но у меня как-то на нем танковать не получалось. Прячешь нижний бронелист, бьют сверху. Прячешь как-то вот практически все, умудряются пробить башню. Короче говоря, может я на нем играть не умею? Не знаю. Сейчас посмотрим, побежали в бой, посмотрим, что он может в замесе. Ну, и вообще, что у меня получится со всей этой конители. Вообще, честно говоря, как для практически бесплатного танчика, ожидать чего-то лучшего, ну, наверное, было бы глупым. Потому что танчик-то вам дают практически как халяву, просто за то, что вы участвуете там в развитии своего клана. Но, не знаю. Сейчас будем заценивать. Итак, ребят, поеду со всеми на линию ТТ. Самому мне где-то не сильно хочется быть. Зацениваем, в первую очередь, подвижность. Подвижность, я бы сказал, что довольно неплохая. Смотрите, мы едем наравне с восьмерками, мы едем наравне с семерками. Да, безусловно, Скорпион пободрее будет, но Шкода Т45 немножечко отстает. Мы едем ноздря в ноздрю с нашим собратом тяжем, со скептером. Короче говоря, идем довольно-таки упрямо. Что касается времени сведения. Вот время сведения. Стой и жди. Что касается точности, в этом не откажешь. Точность у орудия на дальних расстояниях есть. Не то, что прям белки в глаз. Но для тяжелого танка, для отстрела на дальних расстояниях, согласитесь, довольно неплохо. Круг разброса, я бы сказал, ну он все-таки великоват. Немножко дискомфортен. Сейчас ради интереса поедем на Шкоду Т45, которая недавно появилась в игре. Пооткрывали ребята ее в ивентах. Я даже снимал отдельные несколько стримов по ее открытию. Справился за один день. И можете посмотреть обзорчик и стримы у меня на канале. Итак, ребят, вот она Шкода. И давайте попытаемся в нее свестись и гахнуть. Не получилось у нас сейчас в нее кинуть. Орудие не дало точности абсолютно. Шкода нас не пробивает. Но не пробивает не потому, что она, ну, как бы плохо прошивает. Просто потому, что мы уровнем повыше немножко будем. Мы наносим ей практически 400. Сейчас посмотрим, кто ее доберет. Мы или наш союзник. Скорее всего, мы. Просто исходя из того, что перезарядились раньше. Сейчас был очень большой фарт. Потому что от Левы к нам прилетела в башню без пробития. Вообще, честно говоря, я думаю, что бой был бы куда менее приятным, если бы команда справлялась немножечко похуже, чем у нее это получается. Смотрим на ВКшку. Ну, в затылок, понятное дело, что мы ее будем пробивать. Здесь вопросов никаких нет. Но все же танчик, вот как-то не блещет он. Вот как-то даже исы в ветке их развития, они и то как-то повеселее играются, чем этот премиумный ис. Хотя спасибо большое за халяву. Халяву я очень сильно люблю. Ну и, соответственно, лучше халявный танк, чем халявный какой-нибудь там, я не знаю, бустер, ну или что-то подобное. Сейчас погоняемся за противниками, попытаемся выцелить вот этого товарища. К сожалению, время сведения такое, что не сильно можно на него рассчитывать. Ладно, откатимся немножечко назад, поднимемся. Ну не успеваешь ты, да, ребят. Вот на этой пушке ты реально не успеваешь абсолютно свестись. То есть пока ты сводишься... Ну, все просто, короче, уезжают и тоскливо-тоскливо на сердце становится. Ты просто реально не можешь успеть выцелить. В целом, будь немножко повеселее время, вот это, было бы неплохо. По углам склонения, смотрите, на вот такой вот горочке, если стоять полубоком, ну и, соответственно, свешивать орудие, то в целом, согласитесь, довольно неплохо. Отъезжать не буду, в принципе, тут и так будет у нас сейчас победа. Я думаю, что этого товарища мы сейчас доберем. Ну и, соответственно, часы особо сильно сам тут поджаренный не зарешает. Итак, давайте постоим, подождем, закончится бой, ну и, соответственно, посмотрим на результаты нашего боя. Итак, ребятки, у нас победа. Победа, потому что очень хорошо отыграла команда. Спасибо большое всем участникам данного боя с нашей стороны. 1200 единиц урона и два сделанных фрага. В результативности нашей команды мы заняли третье место. И, как правило, на этом ИСе, ну, вы и будете танцевать в пределах где-то срединки, может, чуть-чуть повыше, но максимум второго уровня. Я имею в виду в победных боях, потому что, в принципе, в проигрышных боях, да, безусловно, вы можете занять более высокие позиции, даже первое место по урону. Но только результат по ДПМу, ну, точнее, не по ДПМу, а по суммарно нанесенному урону, он у вас все равно останется в пределах где-то 2-2 с копеечкой тысяч. Выше вы не подниметесь. Ребятки, пока забрасываемся в бой, хочу попросить каждого из вас, кто не подписан на канал, но смотрит мои видео, а тем более смотрит мои видео с завидной регулярностью, подпишитесь, пожалуйста, вы это можете сделать по желтому шильнику в правом нижнем углу буквально за одну секунду. Нажав на кнопку подписаться, вы станете постоянным зрителем моего канала. Я вам буду безумно за это благодарен. Это дополнительный, дополнительный воздух, дополнительный кислород для моего канала и то, что реально будет помогать его развитию. Мне очень нужны ваши лайки, нужны ваши подписки и очень нужны ваши комментарии. И за это, ребята, я вам буду очень сильно благодарен. Итак, ребятки, в этом бою попытаюсь как-то повыцеливать кого-то. С нашим сведением это не очень, честно говоря, весело. Кину сейчас наугад. Жаль, пролетело в камень. Возможно бы сейчас Скорпиона все-таки зашло. Скорпион там пытается вылазить. Ну вот время средения, ну, ну, вымораживает меня. Вот каждый раз, как я беру этот танк в руки и выезжаю на нем в бой, мне реально грустнее всего становится именно от времени сведения. Я еще могу вытерпеть, выдержать время перезарядки. Но выдержать его сведение у меня реально не получается. Настолько грустно и настолько тоскливо от того, сколько ты должен этого процесса ожидать. Я так понимаю, что в этом бою особо нам ничего не светит. Трое наших уже слилось, нас осталось двое. Я не особо решающий танк в этом бою, к моему глубочайшему сожалению. Но буду сопротивляться до последнего. Итак, выехал на нас ИС-6, нам повезло, проехал... Господи, проехал... Пролетел снаряд мимо нас. Мы сейчас попытаемся выцелить его. Скидываем на 400, но, понятное дело, этого недостаточно. Вот, как видите, от Скорпиона к нам залетает довольно-таки прилично. Этого товарища вообще не выцелить. Попытаюсь забрать Скорпа просто из жадности. Хотя понимаю, что на результаты боя это никак не повлияет. Итак, ребят, машинка не очень живучая, я бы сказал. Когда вы находитесь вот в таких вот стычках, бьют вас, ребят, почем зря. Верхние бронелисты, как бы ты ни мансил, повернешься так, пробьют, повернешься так, пробьют. Нижний бронелист тоже прошивают. Нормально отыгрывает только башня. И то иногда даже в башню прилетает. Короче говоря, живучести у данной машины очень-очень мало. По сравнению с другими тяжами, премиумными, которые есть в этой игре на восьмом уровне. 1680 единиц урона, два сделанных фрага. И в нашей команде по урону мы заняли первое место, ребят. Это то, о чем я вам говорил. Что в проигрышных боях у вас есть все шансы занять первое место по урону. Но только лишь благодаря тому, что ваши союзники меньше нанесли. А не потому, что вы больше накосили. Соответственно, рассчитывайте на то, что играя на ИС-5, вы будете танцевать, если будете нормально отыгрывать, по урону в радиусе с 1500, точнее в разбросе от 1500 урона до 2200. Вот это ваша планочка такая, плюс-минус плавающая, которую вы сможете делать. Живучести у машинки нет. И, честно говоря, ввиду вот этих вот всех минусов, которые я ранее перечислял, для меня эта машинка не стала фановой. Она стоит у меня в ангаре, чисто как коллекция. Но выгоняю я ее, ну, наверное, где-то раз в год. На этом все, ребята. Возвращайтесь на канал, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я вам буду безумно благодарен. Субтитры сделал DimaTorzok